Привет народ, привет YouTube, с вами снова Блог Неблогер У нас сегодня 23 число, уже 23 дня мы сидим в карантине Никуда не выбраться, никуда не поехать Накрылся медным тазом наш проект по Крыму Накрылся, скорее всего, проект по поездке на Алтай Надеюсь, что не накроется медным тазом мой проект по восстановлению и ремонту деревенского дома По крайней мере, я продолжаю в это верить Готовлюсь, потихоньку покупаю всякие интересные плюшки Которые впоследствии мы в наш новый дом повезем И вот об одной из таких плюшек я сегодня хочу рассказать Виновник покупки этой вещи на самом деле не я А моя супруга, которая почему-то очень сильно любит чай Вот прям очень сильно Это уже на грани какого-то фанатизма Она его пьет с утра, вечером, днем всегда И решил я сделать ей подарок Ей тоже тяжело сидеть тут безвылазно дома И купил вот такую вот штуковину С виду обычный чайник Да, вот она сидит и улыбается С виду обычный чайник, но не такой уж он не на 100% обычный Почему? Потому что у него есть куча всяких интересных плюшек У него есть жидкокристаллический дисплей Он может поддерживать температуру от 40 до 90 градусов У него есть сеточка, куда можно загрузить чай И фактически теплый чай будет постоянно Можно там налить, попить Плюс можно наконец-то пользоваться не пакетиками для чая А прям обычной, самой модной, какой-нибудь вкусной, классной заваркой Мощность этого аппарата от 1850 до 2200 ватт Напряжение понятно Автоматическое отключение при закипании Отсутствие воды и снятие из поставки Стеклянный корпус с матовой отделкой Съемная ситечка и денежающая сталь Стрикс контроллер, что бы это ни значило Цифровой контроллер ЖК дисплея В общем, все это я вам рассказывал Объем 1,7 Поскольку нам никуда не выбраться Поскольку нам про путешествие сейчас снимать невозможно Сейчас будем распаковывать чайник Распаковок на моем канале не было, ну, уже очень давно Ну, вот прям очень давно Поэтому, поэтому будем сейчас вскрывать коробку Смотреть, что там внутри Тем более, что чайник этот стоит почти 11 тысяч рублей Да-да Я думаю, если кто-то захочет купить такой чайник Ему будет интересно посмотреть, что же на себя представляет Значит, все стандартно Коробка Так, вот так, надеюсь, вам видно В коробке у нас Чтобы не смущать супругу Отодвину камеру Инструкция На русском языке Все по-русски, все расположено Ну, в общем, мы русские люди Поэтому инструкция нам не нужна Дальше, дальше у нас идет подставочка Так, вот так вот мы будем Ну, что я могу По ощущениям сделано все качественно Нержавеющая сталь Подставка такая массивная Крепкая, прорезиненная То есть со стола она никуда не уедет Четыре кнопки Это, походу, выбор температуры Это я пока не знаю, что и включение Идем дальше Дальше у нас Картон И, тадам, сам чайник Представляете Чайник за 11 тысяч рублей Так, что у нас тут У нас тут больше ничего нет Поэтому нам это больше не нужно Вот такая вот красота Реальная красота Материал Как вы поняли Уже нержавеющая сталь Ух ты Крышечка, как на термосе Смотрите То есть не просто откидная крышка А реально, как на термосе Все уже не откроется Кстати, я вот сейчас подумал Вполне возможно Будет удобно этот чайник Использовать даже в автомобиле Потому что в ближайшее время Планирую поставить инвектор На 220 вольт Плюс будет там и холодильник И какая мини-кухня В машине В общем, посмотрим Может быть и Не только дома будем использовать Потому что вода вроде вылиться Не должна Но только через краник Так Внутри у нас ситечка Которую можно залить чай Точнее засыпать Я так понимаю Делается это примерно Таким вот образом Ага Да Вот Вот так вот эта конструкция выглядит Собранная Короче Ставим Сейчас на Я поснимаю Ну вот Вот Так даже лучше Будешь помогать Короче Ситечка Насыпаем чай По бокам Сито мелкое Снизу Дырочки Опа Вот все Ничего никуда не девается Ставим Нажимаем И по идее Да И ничего не вываливается Прикольно Ну Внешне Выглядит Симпатично Даже очень Ну Выглядит стильно Реально Стильно Прикольно Я думаю В нашем новом доме Он прям Прям будет в тем Так Для начала Попробуем Просто Скипятить воду Посмотреть Как тут все это дело Работает Так Начало Здесь выбирается Температура Шагом 10 градусов И Процесс пошел Давайте до 100 градусов Попробую Ух ты Ёкарный Как красиво Ну Экранчик Прикольный Внешне Очень приятный Такой На ощупь Стильный Красивый Интересный Сейчас посмотрим Сколько времени Займет Кипячение Вот Единственное Непонятно Вон Что-то там 30-31 Вот 100 градусов Это понятно Вот Внизу Цифры Тут надо Читать инструкцию 33 А Все Разобрались Это Показывает Какая сейчас Температура Слушайте Круто Такого я еще На самом деле В чайниках Не встречал Ни разу Интересное Решение То есть Можно заранее Посмотреть Сколько еще Ну Фактически Прикинуть Осталось Можно Даже до Определенной Температуры Вот Нужна вода 42 градуса Взял Все Снял Вон 42 градуса Ушибись Ну вот Прошло Минуты Полторы Уже 80 градусов Соответственно Осталось Совсем Чуть-чуть И Чайник Закипит Это При том Что налили Мы Где-то Литр 200 Наверное Чуть-чуть Побольше Побольше Ну Как минимум Выглядит Стильно Думал я Будет Подсветка Самого Чайника Внутри Нет Ну Здесь Нет Но Экранчик Офигенный И Очень удобно За ним Наблюдать Еще Кстати Чайник Очень тихо Работает Закипел Но Показывает Что еще 99 градусов Выключаться Рано И Прям Очень Тихо Все Готово Что Будет Дальше Интересно Ну Ничего Он Просто Выключился Можно Пить Чайник Стекло Естественно Горячее Здесь Я так Понимаю Регулировать Температуру Можно Допустим Поставить 70 Или 60 И Он Будет Придерживать На 60 Градус Вот Такой У нас Обзор Еще Хотел Обратить Внимание В инструкции Здесь Указано Сколько Градусов Для каких Продуктов Нужно 40 Это Молочная Смесь Для Младенцев Я бы Об этом Даже Не подумал Очень Удобно Для Мамочек Поставил На Определенное Количество Градусов И Готовишь Зеленый Чай 70 Градусов Заваривается Белый Чай 90 Лун Кофе Быстрый Сваримый Напитки Супы 90 И Черный Чай Травяной Чай 100 Градусов Пишите В комментах Как обычно Купили бы Себе Такой Ну и Вообще Что Об этом Думаете Мне Понравилось Очень Дальше Все В следующий Раз Сниму Что Немного Может Быть Тоже Будет Новый Какой Обзор Продолжение следует